Приветствую вас на канале People Life. Если вы сейчас здесь оказались совершенно случайно, подпишитесь на наш канал, вам точно понравятся. У нас каждый день новые свежие выпуски на тему эзотерики, номерологии, терологии. Все, что касается тонкого мира ощущения, тонкого взгляда на мир, возможно, того взгляда, который раньше вам был не открыт, а сейчас вы начали видеть, как-то видеть, что-то чувствовать. У вас появляются вопросы, почему я это вижу, почему я это чувствую. Возможно, если вы не ищете выхода на какой-то другой параллельный мир, не факт, что параллельный мир не ищет на вас выхода. Подумайте об этом. Меня зовут Алексей Курбан. Оставайтесь с нами, сейчас будет интересно. Сейчас с нами на скайп-связи один из наших самых интересных мастеров, мой, не побоюсь этого слова, большой друг, мастер Овен Стефан. Мастер, приветствую вас. Приветствую, Алексей. Я тоже считаю тебя своим другом. И также наши друзья, это наши зрители, которые проводят время, может быть, сегодня впервые. Мы будем наверняка не скучны им, возможно, даже интересны. И, возможно, откроем им более широко дверь в этот мир, о котором вы говорили, который всегда рядом с нами. И помните, вы никогда не одни. Всегда кто-нибудь с вами да есть. Всегда точно кто-то есть рядом, есть родовая поддержка, есть наши хорошие духи, есть рядом злые духи, которые тоже ходят, но без них мы не понимали бы, кто такие хорошие духи. В общем, все в мире дуально. Первое, с чего хочу начать, у меня сегодня очень, на самом деле, много вопросов. И про Велосову книгу хочу задать вопрос. И о том, что даже под Полтавой было зарегистрировано землетрясение магнитудой в 3,6 балла. Может быть, природа стучит к нам снизу. Это хочу обсудить. Но перед тем, по традиции, мы начинаем, мы записываем этот разговор 1 марта, первый день весны. Весна – это магический период. Несмотря на то, что у нас в стране война, почему-то есть очень хорошее, нетревожное чувство по поводу весны. Кажется, что эта весна может стать для нашей страны, для каждой души в нашей стране особенной. Ован, расскажите, что для вас и вашей команды 1 марта, какие работы проводятся, и знаю, что проводились уже в ночь с 29 февраля на 1 марта. Что это за работа, на что они нацелены, чего ожидать от весны и какой она для нас будет. Как вы видите, она будет такой, как мы себе ее придумаем, или же есть что-то, к чему нам нужно будет приспособиться? Леш, вспоминал сегодня, что я обещал мягкую зиму. Помните? Да. Она была мягкой. Она была мягкой. Благодарю за исполнение обещаний. Весна. Весна – это время надежды. Я очень люблю весну. Это время пробуждения. Когда ты видишь, земля начинает вспениваться растениями, которые вот-вот взойдут. И сейчас я рекомендую исполниться надеждой. Надеждой на то, что весна действительно принесет нам какие-то, по крайней мере, видимые очертания возможного результата в этом году. Возможного результата в контексте действительно окончательной победы добра над злом в нашем мире на всех планах. Потому что добро побеждает на тонком уже основательно. И я обосную свои слова сегодня, немножко позже. А сейчас я отвечу на вопрос Алексея по поводу первого числа. Это 13-е первое число, когда вместе с нами выходят люди на духовную работу, на изменение цивилизации людей, на изменение человечества, на изменение парадигмы рабовладельческого строя, на мир мирных свободных людей, которые проживают в любви, счастье, без агрессии и ненависти. И вы можете отследить все 13 работ у меня на YouTube-канале. Они сохранены каждого первого числа. Мы прокладываем звуком эту работу и выходят сейчас десятки тысяч. По итогам прошлого, 1 февраля, это было около 25 тысяч людей, которые вышли по всей планете поддержать нашу работу. Они выходят на места силы. Мы работаем через воду, с водной стихией. Кто-то выходит к маленькому ручейку, кто-то к океану. И в промежутке, вот очень был насыщен февраль. Наша группа отработала и в Венеции, во время мероприятия, куда съехались со всего мира. Работа наших двух учеников, причем самого младшего моего ученика, в Арабских Эмиратах увенчалась ливнем и градом. В Арабских Эмиратах. Ну, знаете, насколько это редкое явление там. И так далее. То есть, очень много мест географически задействовано. В этом году третья работа была в Молдавии, Цыпова, монастырь древний, где этому месту присущи две легенды. Они обе очень интересные. Первая легенда говорит об основателях этого монастыря. И когда возрождали на этом месте, я не знаю какой конфессии, христиане основали новый монастырь, они перезахоронили остатки основателей, а на самом деле хранителей этого места. И начался мор монахов. И вот когда умер там очередной монах, ночью пришел старец к монахам и сказал, ребята, перезахороните назад, или умрете все. И вот это чудесное место, это скальный монастырь, скальный монастырь, в принципе, было заблокировано, заблокировано жертвоприношением. Принесли в жертву 7-летнего мальчика. И я туда, в общем-то, просил заезжать и работать уже в третий раз учеников. И эта работа была, ну, как бы случайно. Мои ученики ехали в командировку по работе в Молдову и спросили мастера, что делаем. Я говорю, если будет время, мы работаем с ЦИПО. Рассказал им эту легенду, дал инструкции. И они знали, что делать, тем более, что связь была потеряна. И мои ученики со мной были в скайпе на связи. Мы отрабатывали одномоментно с 6 утра до 10 утра эту работу. И мои ученики без связи работали там. Потом они прислали видеоотчет. И что они делали? Одна из задач, которую я ставил, это возвращение или просьба к этим хранителям. Мы обратились к ним. Они вообще были крайне удивлены визитом моих учеников. Но встретили. Потом приняли после моего обращения. И одним из вопросов, которые я задал, возможно, можно восстановить целостность Молдовы, вернуть Приднестрову. Обратно. Через два дня я прочитал новости о собирающемся действии, которое произошло позавчера. Об этом собрании, где хотят и все остальное прочее. И, то есть, старцы, они сначала отрицательно восприняли на наше предложение и спросили, а при чем здесь мы? Но, очевидно, все же наше устремление было принято и реализовано. Потому что на сегодняшний день это выступление приднестровских депутатов является большим предложением воссоединить Приднестровье и Молдову. Я думаю, что в ближайшее время это так и произойдет. Таким образом, здесь как раз, в общем-то, история о том, когда работы на тонком плане очень быстро реализуются в работе и действия в нашей физической жизни. К сожалению, не всегда так случается. Еще, конечно, до присоединения целостности восстановления Молдовы пройдет как минимум не один месяц, но, тем не менее, процесс запущен. И я уверен, что он необратим. Сама, в принципе, природа этих старцев – это очень древняя энергия, очень могущественная, которые были заблокированы этим жертвоприношением в том числе. И нам удалось и разблокировать их. И там был разлом, разлом как раз энергетический, который шел через Ципово. И эту геологию моим ученикам удалось воссоединить. Поэтому вот такая в несколько часов проведенная работа, она свое окончание имела сегодня. На берегу Черного моря ученики завершили эту работу. Вот завершен обряд и посмотрим, что будет далее. Я думаю, что эта работа в конечном итоге войдет в плюс для всех нас, для человечества, для победы, в принципе, добра над злом. Поэтому это противостояние, понятно, оно извечное. Но давайте разберемся, откуда взялось в нашем мире зло. Его автором являемся мы люди. Мы люди должны его и исцелить, я не скажу уничтожить, исцелить. Каждый в своем сердце, каждый в своей стране, ну и человечество в целом. Поэтому вот этим мы и занимаемся уже 13 месяц, 13-е, 1-е число. Мы помогаем человечеству. Огромная работа за это время проведена на разных уровнях. И на уровне Совета Конфедерации, Совета Галактики. Было изменено законодательство нашего мира, и многие вещи вынесены за скобки. И теперь мы пытаемся донести до человечества возможность и необходимость решения вопросов, в том числе и в первую очередь кармической нагрузки между людьми, да и между народами, в принципе, через любовь. Таким путем шли мы с Польшей, что-то пошло не так, потянула старая парадигма решения кармической нагрузки между народами через конфликты. И мы видим то, что мы видим. Сегодня я вижу встречу президента в Албании. И я вижу, что здесь действительно есть большой потенциал решения вопросов через любовь. Любовь и уважение народов, понимание, почитание через кооперацию. И если опять и Польша может же вернуться с Украиной к такому же диалогу, и все остальные, в общем-то, страны могут решать. Естественно, что наши визави, наш враг, пожалуй, никогда не примет этот новый способ решения вопросов через мир, через любовь, через уважение. Это не его формат. Это абсолютное зло, с которым мы столкнулись и которое мы должны уничтожить. По одной простой причине. Не через ненависть и агрессию. Я недавно размышлял о том, о мести. Должны ли мы мстить? Что значит мстить? Это устроить бучу, насиловать мужчин, женщин, детей. Я бы не хотел, чтобы наши воины пачкались такими делами. Чтобы мы уничтожали города, деревни. Мы должны уничтожить военно-промышленный комплекс, экономику. Разрушить промышленность и не дать возможности возродиться этому военному монстру, который лезет в каждый дом и поучает каждый народ, как жить. И, наверное, необходимо дать свободу всем народам, которые столетиями порабощены этой имперской гидрой, которая явила мир у Антихриста и явила собой империю зла. Благодарю. Благодарю за разъяснение. Это, как в вашей истории, воспринимаю всегда с очень большим удивлением. Потому что в обычной жизни ты не стыкаешься с понятием энергетический разлом. Но, возможно, когда чувствуешь смену настроения, то это и есть какое-то влияние тех событий, которые происходят в параллельных мирах. Ну вот физическое проявление. Может ли быть такое, что те подземные толчки на глубине 10 километров в Полтавской области, в Решетиловском районе, которые были магнитудой в 3,6 балла за шоколою Рихтера, может ли быть это сегодня ночью произошло? Это взаимосвязанное событие или это совпадение? Ну, я услышал эту информацию только что. Мы ее обязательно рассмотрим и исследуем, и сделаем выводы. Потому что здесь не так давно мне близкие писали, перестань трясти землю. На мой вопрос, в чем дело, оказалось, в 80 километрах от меня было землетрясение. Там тоже достаточно большой магнитуды. Мы специально это не делаем. Земля реагирует на эти вещи. Здесь еще недавно мы проводили большой обряд покаяния с планетой. Мы его предложим, в принципе, выложим в свободный доступ. Оно получилось очень глубоким. И именно работая с картой катастроф возможных планеты, мы увидели, что планета недовольна, в принципе, тем, что происходит на ее теле. И была необходимость углубить те работы, которые мы делали ранее по прохождению покаяния, прощения человечества перед Матерью и Землей. И планета вздрагивает от таких вещей. И я скажу, что чем далее, тем более сложные происходят эти работы. Потому что мы проходим покаяние и прощение, а человечество в целом не меняется. И очень сложно идет переход человечества на сторону добра. Очень сложно. Не потому что люди осознанно выбрали зло. Они, по большей части, неосознанно выбрали зло. Они спят и пробуждаются очень неохотно. Потому что пока тепло, светло и никакое насекомое тебя не кусает, даже боевые украинские комары не долетают, то, в принципе, человеку сложно проснуться. Сложно понять, что ты что-то делаешь не так. Сложно отыскать в своем сердце зло. И тем более сложно его исцелить. И здесь, в принципе, заключается вопрос в том, что человеку очень сложно себя простить. Это одно из самых сложных духовных задач, заданий, которые стоят перед человеком. Это покаяние и прощение. И покаяние и прощение пройти с собой довольно сложно. Мы будем сейчас выкладывать в свободный доступ подобные работы. Возвращение любви в свою жизнь, воссоединение с Высшим Я. Как раз покаяние и прощение. И тотальное, включая себя. И здесь самое сложное, когда мы начинаем прощать себя. Мы не можем себе простить те вещи, которые мы допустили в свою жизнь. Ну, это сложно, а не значит невозможно. Ну да, с чего-то нужно начать. И нужно, чтобы у тебя появился в определенный момент наставник или человек, или случай. Наша Божественная Душа всегда нас приводит к правильным событиям. Она их притягивает. Потому что мы, как божественные существа, прибыли на Землю испытать эмоциональный опыт. Хочу у вас, скажем так, услышать вашу точку зрения по поводу информации с Главного управления разведки Украины, чтобы успокоить зрителей. Я понял, что мы сейчас, начиная с марта, будем обсуждать темы возможного Майдана только для того, чтобы не распространять эту информацию в негативном ключе, а наоборот успокаивать людей и говорить, что это фикция. В ГУР говорят, что Россия скупает украинские телеграм-каналы и вербует влиятельных украинцев для организации Майдана-3. Уже известны даже списки завербованных людей. Так, пишет представитель ГУР Юсов, что сейчас не могут назвать конкретные фамилии, но эти списки есть, это десятки людей, которые находятся во влиятельных категориях. Сейчас у них максимальная задача расшатать страну. Как собраться в этот момент? Не реагировать на провокации соседей, друзей и близких, которые начинают волноваться? Как стать силой противодействия в момент, когда поднимается волна нервов и волнения? Пусть это будет такая тавтология. Как с этим бороться? Идти ей напролом или же спокойно просто сопротивляться, не читая такие новости? Обязательно эти новости нужно читать. Но нужно быть, в принципе, осознанным человеком и понимать, что война идет на всех уровнях и очень эффективно с нами воюют именно информация. Создаются информационные поводы. И здесь, конечно, нужно быть здравомыслящим человеком. Если у тебя не хватает нервов, не хватает эмоций быть в балансе, то просто отвлекись. Займись собой, займись своими близкими, займись тем, что от тебя зависит в твоей жизни. То, что не зависит от тебя, оставь это в сторону и не сосредотачивайся на этом. Я давно говорил, что нас будут пытаться победить, расшатывая изнутри, создавая новые точки напряжения внутри страны, между какими-то высокопоставленными чиновниками, еще, еще, и кое-что из этого оправдалось. Но это логично. В принципе, как бы это ни звучало, это достаточно мудро перессорить вновь. Нашу страну разваливают и делят по Днепру, правый берег, левый берег, по религии, по языку, по всему нас делят все время. А нам нужно объединиться. Нам нужно объединиться на всех уровнях. И понять, что не нужно вестись на разговоры легитимный президент, нелегитимный президент. Нужно сосредоточиться на главном. Украина либо должна победить и остаться, и стать действительно независимой, свободной и развитой страной, либо ее просто не будет. И вот это главная задача, которая должна быть у каждого в сердце. И эта идея должна объединить. Но главное, что она должна объединить, это власть и народ. Не может быть власть оторвана от народа аж настолько, да и народ от власти тоже не может болтаться сам по себе. Поэтому здесь нужно единство власти и народа, взаимопонимание, взаимодоверие. Восстановить эти вещи непросто, непросто, но возможно. И нужно делать шаги также на всех уровнях. Понятное дело, что и здесь должны работать и мои коллеги, но здесь должно приложить усилия и власть, и народ. И, конечно же, нам не надо, очень плохо, если мы дадим расколоть общество еще по какой-то линии. Очень выгодно было бы сейчас часть ребят вернуть с фронта для какого-то очередного Майдана, еще лучше всех. Самоуничтожиться. Это самое простое решение. И, естественно, в эту сторону будут вкладываться еще большие усилия. Мы еще больше услышим всего, все пропало. Но здесь нужно быть, и, наверное, опять же, речь идет о доверии. Понятно, что всей правды мы не должны знать еще какое-то время и после войны. Иначе мы спокойствия никогда не обретем. А нам необходимо будет встретить наших воинов, реабилитировать их, и чтобы они могли войти в нормальную жизнь. Вот буквально вчера, ну, как говорится, без имен, позавчера, уже я ложился спать, было около 12 ночи, и мне пишет воин с фронта. Нужно поговорить. Я говорю, минуту. Оделся, включил компьютер, мы поговорили, я ответил на все его вопросы, он попросил благословления, настройку звуком, я, в принципе, передал ему звуки своего сердца через варган, мы пообщались около получаса, и, в принципе, где-то вот так оно и должно быть. Не должно быть там, что, какое-то разделение, то есть в единстве. У него до меня дотянуться всего, как до своего сердца. Так же и мне. До него, если у меня будут к нему вопросы, я просто напишу и получу ответ. Я очень верю, что со всеми ребятами, которые находят в себе силы и работают со мной, будучи на фронте, и учатся у меня, будучи на фронте, проходят мои марафоны, работают всегда ребята из ЗСУ, работают без оплаты, потому что они платят в самую высокую цену. Но их усилие, их сердец это самое ценное. И они находят в себе силы работать над своей духовностью и работать эффективно. Поэтому, когда мне говорят те, кто находятся в ТУ, о каких-то трудностях, я не говорю ничего. Я вспоминаю этих своих учеников, благодарю всем сердцем их и радуюсь, что такие люди появляются. И их становится все больше. Благодарю. Это хороший пример. И благодарю за отзывчивость вас, что вот так воин написал, а вы сразу же вышли что называется на связь. Вчера буквально совершенно случайно я обратил внимание на то, что мы, кстати, не виделись с вами с момента, когда была новость о смерти Алексея Навального. Но случайно попалась статья про Виллисову книгу. И там я увидел, что яв прав и нав это понятие с этой книги. Яв это о жизни, явный, реальный, материальный мир, где человек живет на протяжении земной жизни. А прав это название злых духов, которые мучат. С чесского это вообще потусторонний мир и стараться церковного тоже. Нав это корень фамилии Навального. Есть в этом какая-то это совпадение или Навальный после своей смерти, зная, что он замучен Путиным. Может ли он как-то попав туда с такой фамилией согласно этой Виллисовой книге, если можете рассказать, что это за книга в принципе, может ли он как-то нам помогать бороться с этим злом? Я не преувеличиваю роль этого человека в истории человечества. Я считаю, что его роль преувеличена. Просто в России более талантливых замордовали до него. Я считаю, что было глупостью вернуться в страну на верную гибель. Я давно ждал его смерти, если честно. Не то, что я желал смерти. Просто это было ожидаемо. Я предполагал, что так этим и завершится. И естественно, просто как символ, который возможно сработал под революцию его и уничтожили, когда это было максимально опасно. Ну, так, чтобы на всякий случай перестраховались. Вот. И глупая смерть, глупый поступок немудрого человека. Я не вижу в нем силы. И как бы для меня это персонаж такой себе. Это случайно сформировавшийся, который проскочил и которому дали быть какое-то время. я его не превозношу. Я, Леш, не о тебе. Я в принципе говорю. Тоже в принципе, тоже в общем. Но наши зрители часто говорят, зачем нам знать, что там у них. Но нам тоже полезно знать, потому что там происходят процессы, которые касаются войны в Украине. Но вот люди вышли на протесты, их, конечно, когда блинами кормили людей было больше, тут их немного. Люди повыходили на протесты, ОМОН дубинками разгоняет людей. Неужели это просто пройдет? Не рассчитывать на то, что какая-то народная месть, какая-то народная энергия может подняться в связи с тем, что Россия репрессивное государство с такими методами, что если ты против системы, система тебя сжирает. Неужели там это уже беспросветная тьма? Как человек я в это не верю, что выйдет основная какая-то масса, хотя огромная страна, прекрасные люди, в общем-то тоже, как и везде. Везде есть хорошие люди, запуганные за своей вот этой консервной банки, которые не видели мира, которые вот так позволили с собой обойтись. Я в их революционный так называемый потенциал не верю от слова абсолютно. И я его не ощущаю как человек, который работает с энергиями, как на сенситивных каких-то ощущениях. Я не вижу этого потенциала, чтобы это произошло. Во-первых, основная масса недовольных, но она как бы во-первых, уехала. И так не очень много этих людей оказалось. Ну, понятно, это и финансы, и все остальное прочее. Тем не менее, но и революционный потенциал вот этой территории, наверное, был исчерпан в 17-м году прошлого века. Наверное, это было, пожалуй, последние пьяные матросы, которые свергнули власть. Ну, потому что, в принципе, когда на броневик лез Ельцин, это уже была немножко другая история и другие технологии. А вот там, хотя я, в общем-то, те же самые, что и в 17-м году, просто это было уже намного локальнее, все обошлось действиями в Москве и все это закончилось. Не было таких гражданской войны, не было такого количества жертв и таких гигантских последствий. Поэтому я не верю, что вот это вот взрыв изнутри, возможно, будут отделения каких-то республик, но здесь тоже, скорее всего, это будут технологичные процессы, которые там надо запускать, это все искусственно, скорее всего, и давать свободу каждому народу, потому что на самоопределение тоже. Потому что, действительно, вспомним Беларусь. Это вот маленькая модель, вспомним, как жестко обошлись с протестантами в Беларуси, как по-звериному мы увидели Лукашенко, его настоящее лицо. Вот и все. И понятно, что люди просто, и это запуганный народ, которому показали, что происходит в тюрьмах, ему показали эти видео, которые как бы случайно или не случайно попали в сеть. Люди, конечно же, запуганы, боятся. И да, если бы вышли там 10 или более миллионов одномоментно, то никакая бы армия, никакая бы полиция не справилась. Но никакого потенциала, наверное, уже нет. И, наверное, никогда не будет, к сожалению. Но это мы, там была более интересная, может быть, часть, это мы о Навальном и его роли. Но, к сожалению, он свою роль, но там в изгнании тоже бессмысленно было, вот вся эта оппозиция, российское в изгнании. Как по мне, это ни о чем. Пусть они меня простят. Я нигде не судья, чтобы судить, но я не вижу их каких-то реальных дел для того, чтобы изменить систему и структуру власти в Российской Федерации. Они просто вот отсиживаются, получают какое-то финансирование какими-то путями и в принципе, по большому счету, да простят они меня, некоторые очень симпатичные персонажи и спасают свою школу. Но это для человека это нормально. Это нормально, это правильно, спасти себя, свою семью, ничего постыдного в этом нет. Но если говорить вот в этом срезе о революции, о революционере и те, которые меняют систему власти, да нет, ничего этого, к сожалению, не может быть. Поэтому здесь надо уничтожать эту империю зла несколько другими способами. Ован, а с эзотерической точки зрения Александра Лукашенко, можно сказать про Александра Лукашенко, что он продал душу дьяволу? Я его не исследовал. Я нашел некоторых других политиков, продавших душу дьяволу и те, которые не являются... Мне он просто не интересен. У нас такие есть, которые продали и находятся у власти? У нас есть и те, которые под властью абсолютного зла находятся, я не буду называть никаких фамилий, и те, которые не принадлежат себе давно, и те, которые не являются людьми и у нас, и на первых позициях других государств достаточно видимо, и миллиардеры есть, те, которые никогда людьми не являлись, и поэтому их действия в принципе логичны, потому что они преследуют совершенно иные непонятные нам интересы, и это все объясняет. Мы наводили немножко в этом отношении порядок и пытались с этим разобраться, кое-чем нам удалось. Есть очень огромная когорта необучаемых, которые именно... Кое-кто за бабло. Меня удивило, потому что из первой десятки миллиардеров есть люди, которые действительно им интересно иметь много бабла. Это вообще даже не смешно и неагридно. Это вообще никак. Так, а с ними рассчитались просто деньгами? Ну вот мне интересен механизм. Человек, существо жадное. Жадность это грех. Когда подписывают такой кармический контракт, то расчет идет земными благами в виде денег. А как потом ты рассчитываешься, когда все деньги потратил, жизнь прожил на смертном Андрея, перед тем, как закрыть глаза? Что там ждет человека? Когда я им показываю их высшему я, их будущее, они ужасаются. Я скажу только одно. Они пытаются достучаться до этого человечка, в том числе наши политики некоторые хватались за голову. Но у многих утрачена связь с высшим я. И они просто не могут себе представить. Просто у них это сильно абстрактное понятие. Они думают «натырил бабла, сбегу в Монако и по барабану». Они конечно многим даже наплевать на своих родовые связи, на своих детей, внуков и так далее. Но когда их высшему я показываешь их будущее, их расплату, они просто ужасаются, чем это завершается. Поэтому здесь незнание не порождает безнаказанность. Покараны будут все, здесь уже в нашем мире никто никуда не отпетляет. Если у нас еще непонятно, сколько времени понадобится на победу добра, скажем, и мы не можем говорить о каких-то конкретных датах, мы можем говорить только об открывшихся возможностях. о возможностях этого года и так далее. И я скажу одно, как раз в контексте Велесева книга, Библия, любые другие вещи, они сейчас все пророчества старинные. Возможно, так как последовательность была иная, мы сначала получили другое пророчество, новое пророчество Фатимской Божьей Матери, и после этого мы получили информацию о том, что все предыдущие пророчества ранее уже не работают, они не являются действительными. И потом в следующем была передача на хранение скрижалей Тота Атланта, которые являются одними из древнейших писаний человечества, и было сказано именно на хранение, потому что будут в это время написаны новые скрижали. Поэтому я не честно скажу, я знаю о существовании Велесовой книги, отношусь с уважением ко всем древним манускриптам. У меня с детства была возможность читать переводы трактатов с санскрита, и некоторые меня впечатлили еще в мои 14 лет. Но сейчас немножко все работает по-иному, что-то быстрее, что-то более инерционно, поэтому здесь будут создаваться, это не создание новых правил во время игры, это создание нового мира и создание новых правил. Вот как-то так. Поэтому, да, чудесные все эти книги, но они написаны людьми, переписаны людьми, много раз переписывались, и с точки зрения, когда это был труд изначальный, когда он писался согласно всех канонов, когда шли ченнелинги на написание этих действительно великих трудов, их очень много, для человечества было посланий и, соответственно, посланников тоже было великое множество людей. просто, ну давайте посмотрим, что люди сделали с Иисусом. Они дали его раз пять, никаких выводов практически сделано не было, и начали ждать каждый народ по-своему нового мессии. Вот и все. То есть, по большому счету, каждый посланник, это был практически холостой выстрел. Вот именно планетарного масштаба было 12 посланников до этого момента, и сейчас у нас последний 13 этап человечества, ну посмотрим, очень скоро мы увидим, как человечество собой распорядится. Это вспоминая Воланда, Воланда и его разговор на патриарших трудах, было бы удивительно, если бы он сам собой так распорядился. Помните эти слова? Ну вот, как мы распорядимся собой, это очень интересный момент. Конечно, хотелось, чтобы человечность в человеках победила. А что это обозначает сегодня? Это вот взять какой-нибудь гипермаркет, и какой-нибудь негодяй избивает ребенка. и все это цивилизованное человечество будет часть ставить ставки на ребенка, часть на этого негодяя, а полицию вызвать они не додумаются, или вмешаться взрослые мужчины, скрутить этого негодяя и спасти ребенка, который говорит, да это мой племянник, да это вообще мой родственник, да не обращайте внимания, я имею право его лупашить. Приблизительно то же самое сейчас происходит у нас с нашей страной. То есть человечество человечное, как-то наблюдает на это с интересом, а некоторые уже устали от этого зрелища, и им уже не интересно это все. А где же тогда человечность? Где же тогда человеческие качества? Люди забывают о человеческих качествах, а потом забывают о том, что об этом забыли. Хочу задать последний вопрос, и он будет тревожным. Командир третий отдельной штурмовой бригады Макар сказал, цитирую, «Война будет еще долго и коснется всех, Авдеевка только начало наступления России». Есть ли какое-то чудо на горизонте, или, возможно, какое-то древнее пророчество, которое, возможно, в конце этой весны, в этом году, летом, какая-то точка, в которой теоретически возможно что-то чудесное, что может остановить все это. Раньше мы еще год назад говорили о том, что если война закончится, то она есть такая вероятность, что она может закончиться резко, потому что что-то произойдет такое, что военные Российской Федерации вернутся на территорию России и будут и оставят Украину. Но сейчас, насколько сейчас опасен тот момент, что наши военные оставили Авдеевку для того, чтобы сохранить свои жизни, во что это может вылиться дальше? Или максимум, что будет тоже неплохо, это противостояние на той линии, на которой сейчас остановились обе стороны? Я, конечно, доверяю нашим военным, очень с большим уважением к ним отношусь, тем более те, которые свои жизни, свою кровь проливают и все, и с доверием отношусь к их словам. Тем более, что я не являюсь специалистом военной области, но в принципе есть ощущения, да, и вот на этих ощущениях я думаю, что иногда лучше проиграть битву, но выиграть войну. И может быть этот отход, он оправдан тем, что мы сберегли жизни людей. И на самом деле иногда нужно перестроить формат строя, перегруппироваться, поднакопить сил, а в нашем случае получить достаточное количество оружия. Вот толку бы было, если бы мы там дальше стояли безоружные и противостояли до зубов вооруженной и нормально снабженной оружием армии. Мы бы просто перемалывали свои силы и дальше чем. Я думаю, что большой тройки, да, это неприятно, да, это эмоционально подрывает возможно боевой дух и народа и всего остального прочего. Про пророчество мы только что сказали, пророчество больше не действует. Мы должны просто понимать, что всегда есть шанс. Я этот шанс чувствую, я его чувствую в этом году и думаю, что мы сможем воспользоваться опять при тех же условиях. если бы у нас в сентябре было достаточное количество оружия, мы бы гораздо быстрее и легче одержали полную победу отбросив на границе 91-го года всю эту российскую армию. Это было очевидно, но нам его не дали. И вот здесь это чудо является в получении во время, не потом, когда-нибудь всего необходимого для наших военных, для того же комбрига 3-й бригады. Когда у него будет качественно превосходящее по своим свойствам оружие противника, то я думаю, что он по-другому будет думать. И поэтому я помню, я не помню, кто из полководцев эти слова сказал, что иногда можно проиграть битву, но выиграть войну. Поэтому я думаю, что я надеюсь на то, что это как раз тот вариант, когда я всегда верю в то, что в наш народ, в его, в то, что Украина есть, была и будет, в то, что именно Украина, никакая там не Русь, вот эти все инсинуации, придуманные на Лубянке, пора уже забыть. Украина есть, была и будет. Нужно понимать. Конечно, к сожалению, это все через жизни наших военных. И каждое промедление, каждая минута, это жизни наших военных. Я это прекрасно понимаю. Я понимаю отчаяние тех людей, которые не видят картины в целом. Мы не военные люди, вообще, просто туда смотреть нечего, потому что мы ничего не понимаем, что там происходит. И здесь необходимо каждый на своем месте выполнять свою работу. Это пресловутая фраза, что воевать будут все, не вопрос. Просто у каждого, наверное, свое оружие. У каждого, потому что без заработающей экономики тоже не будет страны. Без тех, кто будет платить налоги, тоже не будет страны. То есть, и так далее. То есть, здесь надо фактически говорить и о профессионализме наших военных, и о том, что люди должны быть и идти на фронт и обученными, и все. Но это все повторение тех слов, о которых говорят политики. Поэтому будем говорить на ощущениях. Я не политик, не экономист, и тем более не военный. На моих ощущениях, что у нас главная битва еще впереди. Я надеюсь, что наши партнеры проявят свою человечность и понимание серьезности ситуации, для этого, на самом деле, что произошло вчера, когда нам начали угрожать опять ядерным оружием. Вот это существо стало на колени и просит убейте меня, уничтожьте эту империю зла. Вот этот голос надо услышать и пойти ему навстречу и уничтожить и императора империи зла, и саму империю разрушить. Вот что должно сделать человечество, оценив, в принципе, если мы знаем, что сама, когда страна, обладающая ядерным оружием, угрожает неядерной стране, это уже преступление, которое должно, по-моему, караться гаагой. Так вот, мы эти угрозы слышим давным-давно. Наверное, давным-давно пора было сделать эти выводы и обезвредить эту страну с ядерной гранатой, которую необходимо было давным-давно локализовать тем или иным способом. Может, я не знаю, военным и спецслужбам виднее, как это делается. Возможно, при помощи спецслужб других государств и была бы там революция, хотя я тоже и в этом сомневаюсь. Поэтому здесь я не вижу такой катастрофы в том, что наши войска ушли. Наше дело, в принципе, понять, не понять замысел, понять, наверное, его может только военный, профессиональный, а принять, потому что нам остается только доверять нашему высшему руководству государства, которое принимает, основываясь и на разведданных, и на всем остальном, оценивая свои силы, оценивая силы врага. Поэтому здесь, наверное, надо включить здравый смысл, выключить панику. И, в принципе, хотя, может быть, если бы мы знали все, мы бы были более уверены или наоборот. Поэтому здесь, наверное, нужно держать баланс, не поддаваться панике в любом случае, потому что в панике мы наделаем очень много как раз нужных нашему противнику дел. И я думаю, что руководствоваться, повторю еще раз эту фразу, что проигранная битва не является проигранной войной. И выиграть таки эту войну, убедить наших партнеров. Я сегодня слушал перед нашим интервью лидера Албании и он говорил прекрасные вещи о том, что Европа должна понять, скинуться оружием всем, которое есть и победить этого врага, который является врагом не только Украины, а и всего цивилизованного мира. И, наверное, в этом и есть смысл, правда и решение. Благодарю. Благодарю. Прекрасные слова, действительно, над которыми стоит задуматься каждому, особенно украинцам, которые находятся за границей, которые тоже могут продвигать эти все нарративы в тех государствах, в которых они временно находятся. Мы подумаем об этом. Ован, благодарю вас за эту информацию. Дорогие зрители, вы можете оставить свой вопрос, если у вас что-то заинтересовало, мы не раскрыли, мы... Я обязательно прочитаю комментарии в следующий раз задам этот вопрос Овану. По традиции могу вас просить в начале весны, в день первого марта, в первый день весны, произвести энергетическую настройку для всех наших зрителей. С их гаджетов это прозвучит в их сердца, в их уши, в их пространство, и, возможно, пространство сделается немножечко чище, немножечко спокойнее. Я хочу звуками своего сердца проложить мир и спокойствие несмотря ни на что в каждое сердце. Я хочу, чтобы мы почувствовали необходимость единства, единства и нас, нашего народа, и всех народов на планете. И, естественно, я хочу, чтобы эта мелодия стала предтечей прихода весны и мира, настоящего, крепкого мира. Никакого-то неразумного компромисса, который просто наше поражение отсрочит во времени, а именно, действительно, воистину, мира, который наступит на всей планете, чего я от всей души желаю нам всем. АЛАЙСАНИДЕЙСОВИНОВАХАДЕЙЕ ДЕЙЕСИИИРОНИЕСА СААЛАЙДЕЙСА ХОЛ ИНОЙДЕЙСА ХАДАЙНИЙСИИИН ДЕЙЕСИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok